Итак, коллеги, мы продолжаем нашу работу. Ремаренко Игорь Михайлович сейчас присутствует на другом мероприятии, поэтому организаторы попросили меня начать это мероприятие. Если он сможет подойти, он подойдет. И у нас задерживается Каракчей Война Викторовна, ее срочно на работу вызвали. Итак, наш круглый стол посвящен такой важной теме, как глобальное будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации. И с вашего позволения, тогда я и его начну. Наш регламент такой. Мы приглашенные эксперты просят 20-30 минут. У нас 2 часа времени, пока у нас двое приглашенных экспертов. Поэтому это у нас займет, наверное, около часа. И вы тоже подумайте, кто из вас хотел бы выступить и высказаться на эту тему. И хотела с вами посоветоваться. Вопросы задаем сразу, поскольку это все-таки круглый стол. Или в конце? Как? Наверное, в конце хотели? Хорошо, давайте в конце. Спасибо. 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 Батт. И главным образом цифровизация. И я хотела привести эту картину из прошлого в будущее. Это страшилка. На самом деле она собрана на одной картинке. 15 угроз развития. Эта картинка была приведена аналитическим центром Гардиан. И она доходит до 2015 года, но в принципе опубликован этот материал был в начале 2018 года. Здесь все эти 15 угроз развития представлены. Если потом кому-то захочется, я могу переслать, чтобы оно переведено на русский. Поэтому вы увидите. Я сейчас на этом даже не останавливаюсь. Почему я говорю о 15 угрозах развития? Потому что они лежат в основе тех экономических и других потрясений, которые вызвали и цифровизацию, и изменения в системе образования. Мы понимаем, что все изменения, которые происходят, они так или иначе прогнозируются. Ни одно государство без прогнозов жить не может. Но опыт показывает, что этих прогнозов, к сожалению, хватает не больше, чем на 5 лет. Потому что фактически дальше уже идут сбои в прогнозировании. Итак, Институт стратегических и международных исследований опубликовал доклад об основных направлениях развития до 2035 года, где говорилось о семи революциях, что мы с вами живем не в эпоху просто перемен, а в эпоху глобальных перемен. И из этих семи революций можно назвать популяционную, ресурсную, управленческую, экономическую, технологическую, информационную революцию, к которой мы относим, и цифровизацию. И, наконец, мы прекрасно понимаем, что все эти революции проходят бесследно для системы образования. Поэтому мы понимаем, что, и более того, они не могут существовать, если не происходят изменения в системе образования. И вот мы переходим только к одному. Я не останавливаюсь на характеристике всех этих революций. Это отдельная большая тема, просто только то, что связано с цифровизацией. Или то, что мы относим к цифровизации обычно. Вот изменения роботов за последние 10 лет. Это я просто представила картинку, чтобы было веселее. И даже по этой картинке вы видите, как менялись роботы. Сначала использовались какие-то элементы животных, или какие-то функции животных, которые были удобны для человека. И поэтому очень многие роботы делались похожими на животных. Потом начали появляться не просто роботы, сначала просто роботы, которые выполняют человеческие функции. Потом роботы, выражающие человеческие эмоции. Я просто не буду даже... Ну, вернее, скажу, что, например, в прошлом году показ одного из парижских домов моды сопровождался роботами. То есть это уже как бы неудивительно. Это один из примеров тоже радикальных изменений в сельском хозяйстве. Это так называемые поросячьи фермы. Что можно напечатать на 3D принтере? Это очень-очень старый слайд. Я вам сейчас его пролистаю тоже. Потому что это уже давно устарело, и вы в интернете легко найдете картинки, по которым печатают дома и замки. Можно заказать обувь, при этом вы можете это даже сделать сами. Можно много говорить о биопечати. Но о чем бы мы с вами не говорили в эпоху цифровизации, мы с удивлением понимаем, что перед нами с вами встают в первую очередь этические проблемы. Почему? Сейчас задам простой вопрос. Очень много говорили о внедрении КТ в дошкольное образование. Я уже даже не говорю про ясли. Каждый это понимает по-своему. Некоторые страны решили для себя этот вопрос. На законодательном, или на уровне рекомендательном, или на общественном уровне. У нас этот вопрос не решен. Считается, что ИКТ – это хорошо. И действительно, те картинки, которые я вам показала, заставляют подозревать, что ИКТ – это действительно хорошо. Но сегодня мы слышали массу высказываний о том, что ИКТ приводит к тому, что ребенок не может принимать решения, разучивается принимать решения, он теряет коммуникативные способности, он теряет какие-то другие навыки, которые для нас всегда, для человека были хороши. И вопрос возникает, так что же нам делать в этой ситуации? И он возникает чаще всего в ситуации, когда не принято соответствующее законодательство. Это вопрос лично и персонально к воспитателю. Применяет ли он информационно-коммуникационные технологии в своей работе или нет? Поэтому любой вопрос, любая эпоха, которая дает нам новые технологии, всегда ставит перед нами и этические проблемы. Это тоже один из примеров, и тоже один из примеров, которые я очень люблю, это живые строительные материалы. Фактически это один из новых направлений, когда соединяется молекула и живая клетка. Мы понимаем уже в самой характеристике живых строительных материалов, что мы вступили в новую эпоху. Хотя не всегда те изменения, которые произошли, мы можем охарактеризовать. И не всегда мы можем представить глубину тех изменений, которые они влекут за собой в нашей общественной жизни, в нашей личной жизни, в семье и так далее. Какие же произошли изменения в образовании в связи с этими проблемами, и какие изменения в образовании предполагаются, что произойдут до 2050 года. Но при этом прошу еще раз учесть ту мысль, с которой я начинала о том, что все прогнозы нуждаются в постоянной корректировке. Развитие идет сейчас настолько быстро, что мы не успеваем это корректировать. Образование осознано как инструмент конкурентности. Это связано с тем, что мы живем в обществах знаний. Экспорт образования в доходе развивающихся и развитых стран выходит на первые места. Сильно деформируется профессиональная структура. Мы с вами понимаем, что, несмотря на введение ограничений законодательства, очень часто педагогами становятся вовсе не те, кто начинали заниматься этим первоначально. Появляются новые субъекты образования, обеспечивающие конкурентность. Это дошкольники и одаренные. Вы мне скажете, что это не совсем так, потому что мы прекрасно понимаем, что дошкольники и одаренные в советское время у нас всегда существовали. Но тем не менее сегодня между мировым сообществом эти две категории четко выделяются. Я попозже объясню, почему. Новые модели взаимодействия в обучающих средах. Рост неинституциональных форм образования. Раньше мы не говорили, даже не рассматривали вопросы о том, что ребенок может не ходить в детский сад или не ходить в школу. То есть для нас это было обязательно. Но сейчас все больше увеличивается количество людей, которые получают образование другим образом. Более того, появляется очень много новых институций или старых институций, которые используются как новые учебные заведения. Мы их не признаем законодательно, но на самом деле требования и их появление закономерны. Это библиотеки, музеи. Дальше вы можете сами продолжить этот список. Дружественные среды. В ситуациях, где быстро все меняется, учат не учителя, а среды. Образовательные программы производят непрофессионалы. Вы сами прекрасно сталкивались. Парциальные программы часто пишут. Единственная, кстати сказать, программа дополнительного образования, парциальная, по художественной гимнастике, которая сертифицирована нашим министерством образования, это программы Ирины Александровны Винер по художественной гимнастике. Остальные, значит, ну просто и нет этого сертифицирующего центра в министерстве, но для этой программы было сделано исключение. Информацию производит толпа. От текста к сенсоиду. Мы понимаем, что большая часть образовательного материала, особенно в дошкольном образовании, это изобразительный материал. Это тоже отдельная тема, я не буду сейчас на ней останавливаться, чтобы не съесть вашего времени. И признание такого факта, как неявное знание. Обычно об этом мало говорят. Это фактически вопрос, который возник при изучении народов, коренных и малочисленных. Это те знания, о которых не говорят, которые, что называется, ребенок впитывает с молоком матери. Считается, ЮНЕСКО подняло несколько лет назад этот вопрос. Есть несколько исследований и очень интересные издания ЮНЕСКО, которые посвящены теме стыковки неявных знаний и классической системы образования. И те наши регионы, где есть коренные и малочисленные, в основном это арктические регионы, и особенно, как я заметила, в Якутии активно используют и активно разрабатывают эту тему. Как изменилось чтение? Это один из примеров цифровизации. Изменилась цель чтения. Нам все время говорят, что читают мало. На самом деле читают много. Весь вопрос в том, что читают меньше книг и больше пользуются экраном. Изменилось содержание чтения. Хотя бы уже потому, что, может быть, это не характерно для дошколки, но это характерно для школы. В основном на первое место сейчас выходит не художественная литература, а non-fiction. То есть литература, которая учит нас жить, зарабатывать, искать себя, не делать ошибок и так далее. Изменилось качество текста. Изменился объект чтения. Изменилась скорость чтения. Я просто быстро это проговариваю. Все это произошло отчасти из изменений в экономике. Не буду на этом останавливаться. Скажу все-таки несколько слов об экономике знания. Современное общество, провозгласившее экономику знаний базой постиндустриального уклада, сосредоточило внимание на достижении максимального качества человеческих ресурсов, как основном условии мирового экономического развития. Что такое человеческие ресурсы? Строго говоря, это мы с вами, но не просто мы с вами отдельно взятые, а мы с вами с учетом нашего образования, качества среды, в которой мы живем, качества медицинского обслуживания, которое мы получаем, и многое-многое другое. И в экономике знаний основными своими реалитетами становятся развитие образования и науки, развитие здравоохранения, как основы создания и поддержания человеческого капитала, развитие культуры, как сферы формирования мировоззрения, системы мотивации личности, норм поведения, формирование инновационной системы, как основы повышения конкурентноспособности страны, и развитие информационной и коммуникативной структуры, как сферы распространения информации. То есть как раз развитие цифровизации. Тенденции развития общества знаний. Необходимость обеспечения устойчивого развития, экологизации или, как говорят, позеленения экономики Старт образовательной революции Информация осознается наряду со временем и пространством одной из форм существования материи Технические функции и неинтеллектуальные формы труда переходят к роботам Появление большого числа новых профессий от индивидуального труда к коллективному Богатство становится измерителем экономической успешности страны То есть богатство – это не результаты производства, а это результаты того, что создано человеком за многие года или века даже существования Например, Эрмитаж Сколько стоит Эрмитаж? Сказать очень сложно, потому что он бесценен Но, тем не менее, этот вопрос в экономике, которая измеряется богатством, становится вполне реальным вопросом Я не буду останавливаться на этих изменениях Опять же, я сказала, что если кому-то захочется, я разошлю Таких картинок вы в интернете найдете очень много Что происходит в интернете в минуту То есть 16 миллионов текстовых сообщений отправляется в минуту 4,1 миллиона видео просматривается И так далее, и так далее Вот фактически то, что происходит в интернете за минуту Меняет эту нашу жизнь? Меняет Спрашивается, как это относится к дошколке Опять на этом Или даже, значит, какие требования это предъявляет к системе образования Понятно, что смена образовательной парадигмы Мы всегда привыкли ориентироваться на устойчивую внешнюю среду Сегодня это постоянно меняющийся мир Если для ребенка изменение – это трагедия То мы должны сделать такие усилия И такую выстраивать систему образования Когда это становится нормой Проектирование воспитательно-образовательной работы С учетом новейших знаний о функциях мозга Без этого сейчас уже не обойтись Визуализация познавательных процессов Процессное мышление Объемное мышление Опора на интуицию И, конечно, все это необходимо учитывать Так же, как и учитывать Ослабленное психофизиологическое состояние нового поколения О важности воспитания и образования детей Именно в возрасте от рождения до школы Говорили очень много Но на самом деле Изменения Во всяком случае в нашем законодательстве И в нашем государстве Как раз начались с Джеймса Хекмана О котором уже говорили Который показал в своем исследовании Которое он делал с коллегами Что инвестиции в дошкольное образование Дают в разы большую отдачу Чем школьные В десятки раз большую отдачу Чем вузовская Это был первый шаг И второй шаг Был сделан, когда Выяснилось, что для новых профессий Для тех изменений, которые сегодня происходят в мире Не хватает кадров Не хватает хороших кадров И первыми забили тревогу кадровое агентство Поэтому сейчас фактически началась настоящая война за таланты Как только началась война за таланты Началось сражение из-за одаренных Потому что, собственно говоря, это понятие связанное Какую страну вы не возьмете Там ведется колоссальная работа По развитию и поддержке талантов Более того, ведущие были проведены исследования Которые показали Эти исследования велись в Австралии В Америке и Великобритании Что высококачественные программы раннего обучения Обеспечивают развитие экономики Так как дети, которые посещали детские сады С наличием воспитательно-образовательных программ А не только ухода Скорее всего, хорошо учатся в школе Находят хорошую работу И добиваются успеха в жизни А исследования показали Что налогоплательщики получают Высокую доходность инвестиций Высококачественное образование детей Младшего возраста Направление Какие это требует Что требуется От развития национальных образовательных систем Образование превращается Из консервативных видов Человеческой деятельности В динамично меняющейся Знания обновляются каждые два года Потребность постоянного обучения И повышения квалификации Следовательно, у нас не раз в три года А гораздо чаще Как я уже говорила Неинституциональные формы образования И визуализация, восприятие И переход к телепатическим системам Как мы должны воспитывать детей Чтобы выиграть четыре Это называется АА Но имеется в виду Индустриальную революцию Потому что в каждой стране По-разному это оценивается Здесь приведены Данные материалы Бостонской консалтинговой группы Это очень известный центр Исследовательский Они относятся В принципе вообще к педагогике И последний мой вопрос Учитывают ли все изменения Которые произошли Которые происходят на нашем глазах Те меры, которые мы принимаем Сейчас я уже завершаю Ну вот я хотела показать это На примере профессионального стандарта Который вводится в 2019 году В то время, когда из вышесказанного Ясно, что система знаний Вновь обновится Профессиональный стандарт Приводит к путанице Между учителем и воспитателем Тогда как согласно документам ЮНЕСКО Это две совершенно различных профессии И два различных процесса Из вышесказанного очевидно Что все мировое сообщество Сейчас основные усилия по воспитанию Нацелило на дошколку Что не учитывает новый профессиональный стандарт Как это должно отражаться на самом деле Опять же, учитывая, что прогнозы Это дело достаточно опасное Основы образовательной политики Наука о развитии детей Основные возможности взрослых Указывают на набор принципов проектирования Которые политики и практики Из разных секторов Могут использовать Для улучшения результатов для детей и семей То есть, чтобы быть максимально эффективными Политика и услуги должны Поддерживать реагирующие отношения Для детей и взрослых Укрепление жизненных навыков И сокращение источника стресса В жизни детей и семей Вот это я картинку такую показала Основы технологической политики Должна быть разработана стратегия Использования технологий в образовании Выработка подходов к внедрению новых технологий Для использования в ДО Основанная на презумпции безопасности То есть, пока не доказано, что это безопасно Оно не может использоваться для детей Стандартизация и нормирование Использования новых технологий в ДО Потому что мы мало заботимся И даже мало кто знает, что экраны Которые используются сейчас для детей в ДО Не сертифицированы у нас И основы политики раннего выявления и поддержки Распространение концепции одаренности На дошкольный возраст Потому что сегодня существующая концепция Никак не захватывает дошкольный возраст Создание механизма преемственности Достижения ребенка При переходе из яс-злей в дошкольную образовательную организацию И из ДО в школу И, наконец, компетенции педагога-дошкольника 21 века Должны включать, как я уже говорила Этико-правовые знания Биофизиологическую подготовку А лучше нейрофизиологическую Подготовку в области науки Технологическую подготовку Цифровые навыки Знания в области экологии и устойчивого развития Билингвы, а, как мы понимаем, сейчас это полилингвы И ежегодное повышение квалификации, как минимум Спасибо за внимание Извините, я на 5 минут превысила свой реглан И я хочу дать удовольствие Нашему дорогорому совету Should I go? Спасибо. Спасибо. Микрофон, пожалуйста, включите. Микрофон у спикера не включен. Микрофон у спикера не включен. И чтобы было ясно и четко, вот вопрос, который я поднимаю. Что означает расти в цифровом мире или в цифровизованном мире? Дети растут в различных обстановках, и они развивают умения, которые необходимы для их сообществ. И за последние несколько десятилетий мы видели интересные изменения. И мы уже не так локализованы, как сейчас. Мы глобализованы. Мы идем, залезаем в интернет, используем различные ресурсы. Мы живем в каком-то глобализованном обществе, глобализованной среде. И это поднимает очень интересные вопросы по социализации детей и участия в жизни местных культур, локальных культур. И вот такая глобализованная версия культуры, она оказывает давление на местные культуры. Так, извините, что-то... Если вы интересуетесь выгодским, так же, как я интересуюсь, то вы знаете, что мы должны смотреть на обучение, на развитие. Мы должны анализировать, понимать. Мы должны посмотреть, каким образом ребенок знакомится с идеями, каким образом эти идеи становятся его собственными, каким образом они начинают действовать на основе этих своих знаний. И не так давно культуры молодых людей, они контролировались семьями по большей степени. Или, может быть, какими-то ограниченными сообществами вокруг детей. Дети могли обучаться только в этой среде. А сейчас все драматическим образом меняется очень быстро. И если мы хотим выразить это кратко, мы говорим, что мы можем применить какие-то метафоры, мы можем применить такую метафору, как общество информации, общество знания, общество цифровизации и так далее и тому подобное. Но это означает, что все живут сейчас в каком-то цифровизованном мире. Да, может быть, это процесс. Да, но мы еще пока туда не пришли, но мы двигаемся явно в этом направлении. То есть традиционные способы работы в школе, они постепенно вытесняются теми цифровизированными методами, которые, например, видны в Швеции. В Швеции вы можете посмотреть на нашу промышленность. Раньше было 50-60%, сейчас 10% людей работает в производстве, потому что в основном все автоматизировано. Если говорить о выгодском, и если помнить его наследие, то мы можем задаться вопросом, а какие последствия будут у этого? И одной из сил, которая влияет на изменения, это цифровизация, или еще называют ее дигитализация. Потому что все через интернет происходит, даже можно найти партнера и выйти замуж, жениться через интернет. Это не что-то такое отдельное, как поезд или автомобиль. Это технология, которая такой большой сетью накрывает весь мир. И если мы сейчас посмотрим на историю, то, наверное, это похоже на индустриализацию где-то в середине XIX века, или, может быть, это можно сравнить с печатанием книг. Вот такое вот давление на общество оказывает цифровизация. Наверное, нет никаких отраслей, которые никак не затронуты этой цифровизацией. Очень много всяких производственных систем сейчас перестраиваются, меняются под влиянием визуализации. Вы видите, вот механик, который использует компьютер при ремонте автомобиля. Он, может быть, не очень хорошо даже знает, что там происходит. Он просто проверяет вот так вот компьютером все части. Если что-то не работает, то он вообще вытаскивает и выбрасывает, даже не пытается ремонтировать, заменяет другое. Вот посмотрите регулировщик движения. Тоже, например, все штрафы за парковку выдаются при помощи этой технологии. И это тоже требует определенных умений. И нужно об этом знать. Если быстро проскочить через все это, то что это означает для детей? Каким образом мы должны реагировать на развитие цифровизации? Каким образом это влияет на то, что делают дети? Я сейчас покажу вам примеры. Это, наверное, примеры из моей страны, потому что в моей стране все ужасно помешаны на компьютерах, на информационно-коммуникативных технологиях. Вот это первое знакомство детей с электронными приборами. И вот это ведет к когнитивному, этическому, социальному изменению, потому что мы уходим от той ситуации, когда на развитие детей влияли в основном только родители, ну, может быть, какие-то еще, там, учителя, родственники и так далее. Сейчас на это развитие влияет что-то другое, ИКТ. Хочу вам показать некоторые цифры, но хочу сказать, что все меняется очень быстро. Исследования по использованию интернета среди шведов, проведенные одним институтом, вот они говорят, что сейчас вот 50%, когда 50% людей используют интернет и имеют компьютер, то мы можем говорить, например, о том, что сейчас молодые люди, больше 50% даже. Вот этот 50% – это какой-то такой переломный момент, какой-то порог, потому что в 2000 году 50% 14-летних довольно активно использовали сами по себе. Потом вот это спустилось до 9 лет в 2004, в 2011 году до 3 лет это спустилось. И я говорю об использовании интернета, использовании цифровых технологий без присутствия взрослых. В 2014 году больше 50% даже двухлетних, и где-то 90% семилеток. Это массивные изменения в поведении детей. В 2015 году две трети двухлетних детей очень активно каждый день пользовались интернетом. Это очень большое изменение в использовании того, что делают дети. И потом еще были более поздние цифры. 79% уже двухлетних детей были активными пользователями интернетом. И это становится все более и более мультикультурным. То есть они рождаются с национальным языком шведским, но у нас есть очень большое проникновение интернета и цифровых инструментов. И вы знаете, когда это 90% очень-очень трудно. Ведь у нас даже не 100% детей, посещая школу, какие-то все время выпадают. И это драматическое развитие, конечно, за 15 лет, даже немножко меньше, чем 15 лет. Здесь вы видите вот то же самое развитие, те же самые цифры, которые показывают возраст. И цифры по 17 году уже подходят почти даже по шестилеткам, по дошкольному образованию. Эти цифры подходят уже почти до 100%. Видите, там 98 было. А вот это цифры использовали интернета каждый день. Посмотрите, взросло все почти 50% за 4 года, ну 5 лет. И если говорить о тех детях, которым 11 лет, то посмотрите, это просто эффект сиблингов, потому что они только этим занимаются. Также очень интересно, что делают дети, посмотреть, что делают дети, когда они в интернете. И выглядит так, как будто бы дети пассивные жертвы интернета. Они просто смотрят на это. Нет, на самом деле сейчас все-таки есть изменения в использовании интернета. И это тоже сигнал новых форм деятельности, потому что, когда телевизор смотрели молодые люди, сейчас, кстати, время телевидения уходит вниз, а интернет использования идет вверх. Потому что это на самом деле более активная форма, это общение с другими людьми. Это не просто пассивное смотрение в экран, а у них, может быть, есть какие-то двоюродные братья и сестры на другом конце света. Они разговаривают, они активны. И вот я хочу сказать, что огромное количество программ, которые можно купить в магазинах, которые можно загрузить, это тоже очень помогает. И использование их достаточно высокое, может быть, даже не каждая образовательная программа среди них тоже есть. Технологические причины вызвали все это. Это не просто так, не случайно произошло. Это произошло, потому что у нас в основном, ну, если говорить, например, о iPad'ах или о планшетах и так далее, любых процессах, вот это все вызвало изменения, потому что их легко носить, они легкие, у нас постоянная связь, потому что в нашей стране, например, связь можно везде. И эти планшеты очень интересные, потому что они очень быстро были приняты в дошкольном образовании Швеции. Обычно вы увидите, что, ну, обычно, вот, когда они только появились, может быть, один-два ребенка ими пользовались, когда были компьютеры, но к ним очень мало кто подходил. А если мы говорим о планшетах, то дети быстро очень научились играть в игры, сказки слушать, музыку слушать и так далее. Кроме того, еще есть очень большое преимущество в том, что есть сенсорные экраны, потому что им не нужно читать, они просто пальчиком могут что-то найти. И вот эта инновация, она принесла эти ресурсы в жизнь очень-очень молодых детей. И вот в этом уравнении, конечно, они используют миллионы прикладных программ, есть очень много прикладных программ, игр и так далее, которые специально разрабатываются для очень маленьких детей. Итак, что мы будем делать по поводу этого, если эта ситуация правильная? Мы будем видеть, что дети получают знания, они получают информацию, они получают игры, фильмы, и они могут участвовать в какой-то социальной деятельности и так далее. То есть дети поддерживают контакт с детьми, дети используют все, что угодно, они посылают сообщения друг к другу, они посылают эмоджи и так далее, они разговаривают друг с другом, когда им там 4-5 даже. И это довольно интересно, потому что когда они учились раньше читать, это было 6-7 лет, а сейчас они знакомы с инструментами такими цифровыми, они учатся читать гораздо раньше, потом всякие креативные виды деятельности, дизайн и так далее. Мы можем здесь видеть, что траектория обучения, что касается обучения, перешла от пассивного содержания телевидения, ну потому что это просто действительно было более активным, интерактивным играм или коммуникации, потому что вы в этом случае становитесь автором того, что вы делаете, вы становитесь активным агентом того, что делается. Если, например, говорить об общении в чатах, то это тоже активное общение, и это первое введение детей в социальные сети, и 80% детей, которым 11 лет, они очень активные участники соцсетей, и это довольно большое изменение. Некоторые последствия этих изменений, иногда мы слышим какие-то дискуссии по этому поводу, потому что кто-то называет это улучшенное обучение, но что я хочу сказать, мы все равно живем цифровой жизнью, мы должны подготовить людей к тому, что мы живем цифровой жизнью, потому что мы и дружим, и покупаем автомобили, и дома свои меблируем, и украшаем через интернет. То есть многие люди тратят несколько часов в день, примерно то же самое, что школы и школы тратят, занимаясь чем-то в интернете. И ничего не может сделать с этим система образования, мы не можем сказать, нет, не надо. Это Макрон, правда, сказал, что не нужно смартфоны приносить в школу, но это на самом деле абсурдно, потому что мы можем контролировать только такие инструменты обучения, такие механизмы, но мы не можем их исключить из школьной системы, поэтому мы не можем контролировать это развитие, мы должны спросить у себя, что мы здесь понимаем, что мы здесь получаем, как мы можем это... Да, вот Выгодки, кстати, тоже говорил, что нужно пользоваться тем, что есть, и думать, как это можно использовать в наших целях. Еще одна интересная черта, это то, что система образования потеряла контроль над тем, что сейчас изучают дети, потому что если сто лет назад мы приходили в школу, то были учебники. Например, география рассказывала про Африку. Ну, наверное, никто из детей, наверное, несколько лет назад не слышал, что такое Африка, тигры и так далее. А сейчас уже дети 4-5 лет уже, наверное, видели сотни фильмов о саванне, о животных и так далее. То есть сейчас совершенно другая коммуникация, мы потеряли контроль над этим, и мы не должны сейчас представлять информацию таким образом, каким мы сейчас ее представляем. И основной вопрос, это каким образом мы можем готовить таких цифровизированных граждан, каким образом мы можем их подготовить к цифровой жизни, цифровизированной жизни. Извините меня, в заключении я хочу сказать, я думаю, что одно из интересных вещей, которые сейчас происходят, это то, что очень большая часть обучения вот таких символических умений, сейчас она с первого места отодвинулась на самое-самое последнее. Поэтому люди, которые занимаются дошкольным образованием, они больше занимаются социальным развитием детей, чем раньше. Они смотрят на какие-то черты, они... Потому что вот это обучение цифровизации, оно сдвинулось вниз на очень ранний возраст, и практически у всех детей сейчас есть такие инструменты дома. И это уже произошло, это ушло от традиционного типа обучения в школе. И это все перенеслось в дошкольное образование, поэтому и в дошкольном образовании мы тоже... И раньше это просто была игра. Мы использовали игру как элементы обучения. А потом они уже переходили на традиционное, школьное, формальное обучение. То есть мы смотрели на эмоциональное, социальное развитие детей. Но сейчас мы говорим, что обучение должно интегрироваться в игровую среду, и должна быть коммуникация между воспитателями дошкольников и самими дошкольниками во время их игры, активности. Как я уже говорил, мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас образование меняется, да. И сейчас меняется не только образование, это то, что меняется во всем сообществе. Очень важная задача формального образования, дошкольного образования. Не только учить, не только знакомить детей с такими инструментами. Они также должны узнавать о них. Они должны получать метазнания, как работать с этими новыми инструментами. И в этой связи ложится большая ответственность на преподавателей. Дети должны узнавать об этике, как вести виртуальную жизнь. Если вы что-то пишете, если вы делаете какой-то комментарий, это значит что-то для другого человека. А этого человека можно случайно или не случайно обидеть, оскорбить и так далее. И мы должны учить детей понимать, какие могут быть последствия, каковы последствия того, что они говорят и делают в виртуальной среде. И мы должны также объяснять о том, что есть свои сложности и опасности, что это может быть очень стрессовым для учителей. Мы должны обучать и развивать критическое мышление. Это очень важно и для жизни в виртуальной среде, и для жизни в обществе и так далее. Те, кто живут в виртуальной среде, должны иметь ресурсы на это. И это все смещается на уровень дошкольного образования. Большое спасибо. Спасибо большое за такой замечательный доклад. Есть вопросы? Да, пожалуйста, есть вопросы. Подойдите, пожалуйста, к микрофону, к ближайшему от вас. Вот. Благодарю. Огромное спасибо за интересное выступление. Действительно, данные, которые вы представили, они требуют такого серьезного внимания. И я вижу, что и ваше исследование, оно довольно детально изучило данную проблематику. И вместе с тем у меня возник вопрос. Вот в 2012 году в газете New York Times вышла статья «Школа без компьютеров». Дети разработчиков программных вот этих продуктов, Windows, начали, ну, появились нарушения в интеллектуальном развитии. И родители, разработчики программ, пришли к выводу, что, в общем-то, пора отказаться от компьютеров. Вот. И до седьмого класса запретили им использовать все планшеты, айподы, айфоны, как в школе, так и дома. До седьмого класса. Пока у учеников, ну, не будет такого, скажем, не сформируется устойчивое физиологическое развитие, так скажем. Пока все эти процессы станут более устойчивыми. Поэтому в связи с этим вопросом, как вы относитесь к мнению разработчиков этих компьютерных программ? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Как вы думаете, как все-таки найти какой-то баланс определенный между использованием вот этих цифровых технологий, довольно разнообразных, и все-таки личностным и индивидуальным развитием ребенка? Спасибо. Вторая часть вопроса, конечно, очень сложная. Ну, говоря о первой части вашего вопроса, да, я тоже читала эту статью, и я полагаю, что это очень интересный знак, признак, вот этой идеи того, что обучение должно оставаться таким, какое оно есть, а общество при этом будет продолжать меняться. Такие дети могут столкнуться с отчуждением, если они потеряются, они потеряют мотивацию, если дома и везде запрещено, а мир вокруг такой достаточно цифровой. Такая реакция понятна. Между прочим, когда появилось телевидение, тогда тоже были такие идеи. Дети не должны пользоваться телевизором, не должны смотреть телевизор. Я должен сказать, что пути назад нет. Некоторые политики, например, президент Макрон, президент Франции, месяц назад заявил о том, что должен быть введен запрет на использование мобильных телефонов в школе. Но мы должны задавать себе вопрос, что это за общество, которое запрещает использование того, что есть во внешнем мире, вне школы. К примеру, у вас есть упражнения в школе, вам дают задание, например, со шведского на английский надо что-то перевести или там других языков. А у детей есть телефон с гугл-транслейтом. Почему им нельзя посмотреть в этом переводчике, как переводится какое-то слово? Мы не можем запретить все действия, мы не можем все делать по-старому. Я не думаю, что это будет особо поддерживать мотивацию детей. И я думаю, что те, кто будут у этих детей в будущем нанимать на работу, они будут ожидать от них наличия навыков использования технологий, они иначе не получат работу. Мы должны смотреть на то, что такое обучение, когда эти инструменты уже есть. Как мы можем быть без них, как мы можем быть с ними, это тот процесс, который мы сейчас проходим. Мы ищем пути увязать эту цифровизацию с традиционным обучением. Да, процесс происходит очень быстро, и многие учителя, преподаватели чувствуют себя несколько потерянными. Но я думаю, что при дошкольном образовании, в случае дошкольного образования, немножко проще, потому что образование более общее и больше возможностей. А когда уже начинается школа, там уже четкие предметы, четкие планы. Цифровизация никуда не денется, нет никакого паси назад. И дети пользуются, 100% шведских тинейджеров используют телефоны. Не телефоны, я имею в виду смартфоны. И когда нам что-то надо найти, эти инструменты используются. Я не говорю, что мы не должны, что мы должны запретить использование, но если… Это все… Дети должны как-то интегрироваться в общество, и педагогика должна это учитывать. И это является задачей образования. Мы не можем повернуть спять. Уже много всего произошло, изменения очень мощные. И если мы будем создавать разрыв между тем… Спасибо большое. Еще есть вопросы, пожалуйста. А вот вы не можете как-то сюда… Я боюсь просто, что… Там вот дело все не в громкости, а в переводе. Но вы задайте вопросы. То есть, если мы говорим о том, что дороги назад нет, то есть мы продолжаем двигаться в сторону диджитализации, то как на уровне государства, может быть, в Швеции регулируется доступ к плохому контенту, скажем так? Я сейчас повторю. Скажите, пожалуйста, если уже вот такая ситуация сложилась, как с государственной точки зрения, например, в Швеции, регулируется доступ к опасному контенту или нежелательному контенту? Это не регулируется. Это школы решают, но правительство не может регулировать доступ или недоступ к информации. У нас просто революция тогда будет случиться. Это интересно. В США, например, маленьким детям нельзя пользоваться интернетом в течение часов, посвященных учебе, то есть в течение того времени, когда они в школе. Дома можно. И вот, например, были проекты, в которых участвовали американские школьники 14-15 лет, проекты, касающиеся изменения климата и так далее. Им нельзя было пользоваться в школе интернетом, и шведские тинейджеры очень были уделены. Как мы можем это предотвратить? Были, если посмотреть на историю, режимы, которые запрещали доступ к какой-то информации и так далее, хорошим это не кончалось. Мы должны объяснять, что есть опасные, плохие вещи, и мы должны объяснять, как с этим быть. Да, да, я знаю, но думать, что вы можете что-то заблокировать, доступ к чему-то, и что люди так и доступ не получат, всегда, даже когда были какие-то режимы, которые не давали доступ к каким-то текстам, к каким-то книгам, это невозможно. Люди всегда найдут пути. Да, и сейчас это еще сложнее. Например, Северная Корея – это одна из очень немногих стран. Вот, например, в Китае тоже проблема с Google, вы знаете, да, нет доступ к Google. Но в долгосрочной перспективе запреты не будут работать. Мы должны население готовить к этим моментам, должны заниматься этикой и моралью, стандартами. Это очень важная задача для школ. То есть это не вопрос технического использования, технического доступа, но мы должны готовить здесь стать гражданами цифрового. Спасибо большое. Ой, извините. Ну, я тут должна согласиться с Рогером, потому что исследуя тоже, у меня была когда-то работа по хронологии, составление хронологии, и вот как развивалось общество. И действительно, как только где-то начинают сжигать книги, то через какое-то время происходит падение этого режима. Это абсолютно точно. На протяжении истории, человеческой, таких ситуаций было много, и действительно ограничение информации приводит к разрушению. С другой стороны, я уже говорила о том, что вопрос новой технологии – это скорее этические вопросы. Нам всегда их нужно решать. Если мы обратим внимание на то, как ведет себя Министерство образования или Министерство культуры, как только почувствовали, что библиотеки почувствовали, что они могут заниматься с детьми, проводить занятия на своей территории, или музеи, которые начинали проводить занятия на своих территориях, у нас выходит закон о библиотеках, которым вот эта деятельность библиотекам запрещена. Мы же с вами понимаем, вот даже по тем таблицам, которые я вам показывала, что это задерживает прогресс. Значит, получается, что искусственно он задерживается. С другой стороны, я, когда изучаю те материалы, которые у нас имеются или разрабатываются за рубежом, о том, что технологии действительно вредны. Но они вредны не только детям, они вредны и нам с вами. Если вы долго сидите за компьютером, ясно, что у вас будет болеть рука. Это как бы общее. То есть от строения, от марки мыши зависит, и возникают разные какие-то нарушения. Я не говорю уже о когнитивных каких-то нарушениях, но Рогер в одном, то есть не только в одном, но очень интересный был доклад, и он во многом прав. Просто нам всем нужно, по-видимому, задуматься действительно о том равновесии, чтобы максимальный эффект с минимальными потерями. Потому что даже работая в детском саду, я тоже сбиваюсь всегда в этом случае. Когда мы говорим ЭКТ, мы всегда подразумеваем, что это компьютер, подключенный к интернету. А с другой стороны, ЭКТ – это ведь море различных приспособлений, которые тоже приносят информацию, которые могут быть использованы в работе с детьми, может быть, без такого ущерба. Но надо, конечно, понимать, что одно дело дошкольники, и другое дело школьники. Спасибо большое. Кто-нибудь еще хочет выступить? Потому что у нас есть время. Я думаю, что можно было бы поделиться вашими наблюдениями и мыслями в этом направлении. – Да? – А вот как? – А вот как? – А вы тянутся? – А вы, получается, можно ответить? – А вы еще можете дать? – А вот это? – Вот, да? – Спасибо за то, что дали мне слово. Я работаю в педагогическом институте и, значит, соответственно, готовлю будущее нашей страны в профессиональном образовании. Вот какой вопрос в связи с сегодняшней нашей темой круглого стола – это какова будет роль учителя или воспитателя в дальнейшем в связи с такой цифровизацией. Сначала мы говорили о том, что, ну, 30 лет назад, когда я начинала работу, и у нас была авторитарная педагогика и личность учителя была понятна. Затем мы перешли к вопросу педагогики сотрудничества. И здесь, по большому счету, нам тоже понятна роль учителя. Вот какова будет роль наша или воспитателей в дошкольном образовании, или учителей в начальной школе, ну, в общем-то, педагогического сообщества, когда мы говорим о том, что сегодня дети в основном все-таки черпают информацию из источников информационных. Вот недавно мы встречались с российским движением школьников, и когда моим студентам показывали социальные ролики и спросили, будут ли они интересны школьникам. Все студенты сказали нет, что вызвало недоумение у представителя движения, и она сказала, а вы сами хотели бы смотреть эти ролики? Они ответили, мы бы смотрели, если нам сказали. А подобную информацию в интернет-сообществах мы бы не хотели брать, и нам она неинтересна. Ну, вот в связи с чем, конечно же, переход, чтение лекций в онлайн-режимы, вебинары, которые проходят у нас, и мы все в этом участвуем, нам все понятно, мы сложившиеся личности, и что будет с нами, как с педагогами в цифровом мире, и как будут нас, дети, в какой роли видеть в этом мире. Спасибо. Я думаю, что это очень хороший вопрос. Конечно, это сложность, это вызов. Цифровизация происходит параллельно с другими процессами. Например, у нас огромный бум, огромный рост знаний, огромный рост информации, и я думаю, что спрос на преподавателей и воспитателей будет увеличиваться во всех слоях, на всех уровнях общества. Например, если вы посчитаете, сколько процентов времени, например, тратится, сколько процентов образования получается в стенах учебных заведений, в школах, и они, правда, школьное образование говорят, 35 процентов. И наше дошкольное образование ориентировано на детей, и здесь не только конкретные предметы, это, в принципе, общее развитие, большая доля музыки, разные другой деятельности мы обучаем, знакомим. То есть это более широкий контекст, который у нас присутствует в дошкольном образовании. И я думаю, что будущее нашей профессии многообещающе, но главная задача вовлекать детей, давать им возможность быть активными и давать им обратную связь. Например, мы, как преподаватель, что сказали детям, дети должны это повторить. Раньше было только так. Учитель сказал, ученик повторил. А сейчас идет больше диалога. И, опять же, большое количество информации, и учителя должны быть в курсе, и должны иметь возможность поддерживать диалог с ребенком. Для этого нужна также поддержка, нужна какая-то компенсация. В общем и целом, говоря о дошкольном образовании, идеология плюс-минус останется. Но если говорить о школьной системе, системе образования, за исключением дошкольного образования, да, там все сложнее. Например, сейчас зачастую, когда кто-то использует бумагу, и карандаш или бумагу, и ручку для письма, это удивительно, потому что большинство использует только компьютер. Вообще это большие сложности, и это некоторое давление. И говоря о дошкольниках, мы не должны говорить, что технологии какие-то новые. Например, айпады 10 лет назад всего лишь появились. Вот, например, у меня внук пятилетний, и я говорю, что он говорил ему, что раньше не было, это не так давно появилось. Он говорит, да не может быть. Он настолько уже привык к этому, он уже привык к этому инструменту, и использовать его для общения тоже. Вообще, я говорю, я должен сказать в ответ на вопрос, что дошкольные учителя, им легче будет адаптироваться к будущему, чем другие учителя. Уважаемые коллеги, я как раз тоже работаю со студентами, ну и в принципе с детьми. Я Рыжова Наталья Александровна, профессор Московского городского педагогического университета. Значит, я несколько, некоторое время назад я была на конференции в Финляндии и посетила мастер-класс. Мне понравился очень мастер-класс. Значит, идея была в том, что преподаватель, который вел этот мастер-класс, он свел до минимума общения со студентами, так называемой клип-технологи. То есть, в основном, он давал задания, записывал видео, давал их студентам, они ему присылали все по интернету, и единственное, они собирались на отдельные семинары, где обсуждали все это. И я задала вопрос, ну хорошо, по физике, наверное, все-таки проще это делать, да? Но вот если мы говорим о подготовке именно педагогических кадров, учителей, тем более воспитателей детских садов. Вот когда я, например, работаю со студентами, я стараюсь по максимуму вовлечь их в обсуждаемую тему, чтобы они вспомнили свой опыт. И, допустим, если я с ними работаю вживую, что называется, я могу быстренько увидеть, какая появляется идея, перестроиться и настроить их вот на какое-то направление. То есть я никогда не знаю, как у меня пройдет занятие, если честно говорить, потому что отталкиваюсь от интересов студентов. Если у меня идет это все по скайпу, у меня такой возможности нет. То есть мы, да, там может быть аудитория, но все равно вот этот живой контакт, особенно, например, с педагогами-дошкольниками, эмоциональный, он крайне важен. И интересно, что там была представитель педагогического факультета, это университет Саванлины, она сказала, что, вы знаете, мы с вами согласны, и мы ведь все время по этому поводу с физиками спорим, что вот эти технологии, интернет, они все-таки не могут заменить живого общения. И поэтому, если говорить с этой точки зрения, то мне кажется, что, наверное, зависит еще от курсов, если это университет, да, вообще от тематики. И в этом отношении будущее все равно есть у преподавателей. И для ребенка, в принципе, это вообще самый главный контакт со взрослым, эмоциональный контакт, вот то, что мы в глаза там глядим друг к другу и так далее. Вот, поэтому, ну, я лично так оптимист в этом плане, я верю в то, что будет баланс определенный, потому что, конечно, технологии, это очень здорово, они нужны, но вот, тем не менее, личностные взаимоотношения, они, может быть, даже будут приобретать еще большее значение, чем сейчас, именно в связи с внедрением технологий. То есть, такая несколько парадоксальная ситуация, вот мне так кажется. Можно мне тоже добавить? Через Валидия Борисовна, доцент Волгоградского педауниверситета. Я также, как вы поняли, работаю преподавателем, тоже с будущими педагогами дошкольного образования, и хотела бы сказать, что мне кажется, основное, вот в эпоху цифровизации, так называемой, это помочь сориентироваться в том море информации, которые получают все, и дети, и студенты, со всех сторон. Информации действительно огромное количество. Справиться с ней очень трудно, и распределить ее, разложить по полочкам у себя в голове, также очень тяжело. И мы со студентами каким образом работаем на занятиях? Конечно же, у них у всех в руках телефоны, смартфоны и так далее. Но мы работаем действительно в интернете, в единой информационной среде. У нас есть в педауниверситете так называемая образовательная социальная сеть. Там огромное количество информации. Они все имеют доступ к моей личной электронной библиотеке, в которой есть и учебники, в которой есть вебинары, видеофильмы и так далее. Все новинки я туда выкладываю. И перед семинаром мы просто на семинаре, перед семинаром они все это изучают. На семинаре делимся. И если у кого-то какие-то есть действительно интересные новинки, о которых я не знаю, они также мне на эту тему сообщают, и я тоже от них очень многое узнаю. И в результате вот этот семинар по определенной теме у нас, ну, скажем так, взаимно обогащает и студентов, и меня. И когда мои студенты выходят на практику в детский сад, я тоже веду, я на них не могу нарадоваться. Они у меня проводят мастер-классы на семинарах, то есть работают со студентами, как с детьми. И вот эти мастер-классы, уже отработанные по хорошим методикам, они с детьми уже, ну, скажем так, опытные преподаватели, получается. и с детьми это все на новом уровне, с применением естественной ЭКТ-технологии. Естественно. Настолько детям интересно, новые темы берут. То, что преподаватели, которые до меня не использовали. Ну, например, история водного транспорта. Раньше эта тема вообще не изучалась по познавательной исследовательской деятельности. Конечно, все это новое, но, к большому сожалению, в современных учебниках по дошкольной педагогике ничего подобного нет. Спасибо. Спасибо большое. Вы подняли очень важную тему. И давайте ей, может быть, немножечко, хотя бы минуточку посвятим. Это тема электронного источника ведения. Дело все в том, что действительно информация такой громадный объем, что с ним справиться трудно. В свое время ЮКОС, всем известная компания, создала федерацию интернет-образования. Эта федерация на деньги ЮКОСа обучала учителей использованию интернет-технологий в образовании. Обучила она, федерация была создана в 2000-м году, в 2005-м, как вы знаете, с ЮКОСом было как бы закончено. Но вот за эти пять лет было подготовлено 200 тысяч учителей. Надо сказать, что когда мне предложили там работу, я пошла к своему наставнику, Сигурту Оттовичу Шмидту, у нас был такой известный историк, очень, и источник источниковед, который до последнего дня, до дня своей смерти, не заводил себе мобильный телефон. И первое, что он меня спросил, когда я стала говорить о том, что мне предлагают такую работу, он сказал, а кто будет заниматься электронным источниковедением? И был очень, очень прав. Почему? Потому что, когда ты работаешь с книгой, структура знаний, в общем-то, известна. Как только ты начинаешь поиск информации в интернете, то ты никогда не знаешь, где закончится. И все ли степень проработанности темы, тебе никогда неизвестно. В этом смысле интернет завораживает, но вместе с тем он достаточно... И этот вопрос возникает и перед педагогами, и перед родителями, потому что мы знаем, что сейчас родители очень доверяют интернету. И как только получили информацию от педагога, сразу ныряют туда. А в какой степени достоверна эта информация? И это большой вопрос. Вот интересно, что вы на эту тему думаете, что бы вы на эту тему сказали? Если можно. это не только студенты, но и пациенты перед визитом к доктору могут тоже посмотреть информацию и знать что-то. И я как раз говорю, что людям мы должны готовить людей, своих студентов к тому, что не всему можно верить и не все нужно принимать на веру, потому что то, что много лет назад преподавалось, в общем, сейчас может быть не преподается. И сейчас речь идет о том, что для меня, например, нам нужно вооружить своих студентов, чтобы у них были какие-то стратегии блокировки. И если мы будем в школах изолировать студентов от этого, то они не будут готовы чтобы у нас была такая идеализированная программа преподавания в школе. Они должны быть готовы к реальному миру. Они должны уметь обнаруживать аномалии, ложь и так далее. К этому же нужно готовить. я думаю, что как раз вот эти навыки должны развиваться. По крайней мере, сейчас в Швеции люди доверяют письменному слову, печатному слову гораздо больше. 25 лет назад доверяли больше, чем сейчас. А сейчас действительно как такой скепсис по поводу написанного. Я думаю, что здесь две идеологии. Одна пытается защитить школу от этих проблем, а вторая идеология говорит, вот как раз в школе-то и нужно учить детей с этим бороться. Я думаю, что вот как раз вторая точка зрения гораздо лучше. Конечно, это означает, что мы должны, если мы говорим о дошкольном образовании, то, конечно, мы должны говорить о том, что там есть какие-то другие вызовы, может быть, природа каких-то предметов и так далее. Если мы говорим об ЭКТ, то здесь, наверное, здесь работают совершенно по-другому, не разделяя какие-то дисциплины, не говорят, вот это физика, это химия, это еще что-то. Нет, поиск, он захватывает абсолютно все дисциплины, и я думаю, что вообще Выгодский еще эту идею высказывал, что если меняется общество, то образование и развитие тоже должны меняться, потому что теперь ученикам нужно что-то другое, и, конечно, можно сказать, что школы должны от этого оградиться, но я говорю, что это роль школы в нашем обществе, работать с этим, учить этому. университет колонна, что? мы говорили о дошкольном возрасте, о детях, и я спросила себя, каждая игра, которая переносит нас в какое-то использование значения, и людям, которые работают с детьми, нелегко какое-то критическое сознание в себе разработать в отношении того, что переносит этот медиум, ну, книга-то тоже определенный медиум для информации, но у нас были исследовательские проекты, когда мы проанализировали видео, как, например, семьи занимаются, семьи с маленькими детьми, пользуются планшетами, телефонами, и мы, они, может быть, у них меньше чувствительности в своей коммуникации показали, если у них есть, например, планшет, потому что у них есть какая-то энергия в этом планшете, дает ему какое-то решение, дает, может быть, альтернативное решение, поэтому они не столь, может быть, чувствительны к нуждам ребенка, и второе, если мы говорим о выгодском, вы правы, потому что я думаю, что мы не должны это блокировать, но существуют разные культурные инструменты, которым можно пользоваться даже в раннем детстве, и необходимо участвовать в интерактивном, в интерактивности, и мне кажется, что вот такое вот общение не должно делаться опосредованно через цифровые источники, поэтому мне кажется, что нужно, чтобы было реальное время отвечать на это. Да, я согласен. Многие вещи, которые мы делаем в дошкольниках, они, в общем, не будут подвергаться этого, не будут изменяться, потому что все равно футбол будут гонять, и тогда ведь дети. Я думаю, что кто-то, не все хотят это, и никто не хочет, например, куда-то вообще потянуться далеко, но если мы говорим, что даже это негативно влияет на отношения родителей и детей, на коммуникацию между ними, знаете, это эмпирическое вообще утверждение, нужно его проверить еще. Я думаю, что дети все равно играют в какие-то игры, потому что мы не можем, и они будут играть в эти игры, мы не можем их контролировать. Если бы мы их могли контролировать, мы бы сказали, давайте вот эти вот игры отставим в сторону, давайте мы их не будем вообще брать и так далее, но они должны общаться с родителями и с преподавателями дошкольного воспитания для того, чтобы вот они им объяснили, совсем заблокировать это невозможно, конечно, я думаю, что все эти вещи, они доступны для детей, они дома у них лежат. я с египетским коллегой работал как-то в университете и все веб-сайты, с которыми я знаком, даже, знаете, такие вот уважаемые международные веб-сайты были заблокированы в университете, что делали студенты? Студенты возвращались домой, ну, знаете, там какие-то были политические, политические какие-то даже медицинские сайты из США были заблокированы, студенты просто шли домой и находили эти веб-сайты дома. И тогда получалось так, вот в университете работаешь одним образом, а дома совершенно по-другому. Я думаю, что тогда просто, знаете, теряется доверие. Если вы видите, что вот вам образовательное учреждение дает какой-то другой метод, вы теряете доверие. У нас уже были такие обсуждения, когда, помните, ввели калькуляторы, электронные калькуляторы в школах. Сначала их запретили, а потом Text and Instruments стал производить их в больших количествах. И все вдруг поняли, даже ученые математики пользуются калькуляторами. Зачем нужно... Мы же хотим адаптироваться к новому жизни, мы хотим реорганизовать это, потому что мы же, в общем, пользуемся калькулятором, потому что кто хочет вообще вручную такие вот какие-то бесконечные умножения делать. Поэтому я думаю, что это очевидно. Если говорить об этом серьезно, если говорить о математике серьезной, то, конечно, вам нужно, чтобы у вас был калькулятор, и, конечно, вам нужен мультимодальный интерфейс и так далее. Поэтому я думаю, что мы должны адаптироваться к этому обществу, мы должны адаптироваться к тому, что общество нам дает. И посмотрите, есть, например, инструменты для перевода, если, например, ученики пишут по-английски, и вдруг они видят, что они сделали ошибку в орфографии, она сразу подчеркивается в компьютере красным, и они ее исправляют. А почему бы это и не делается? Нам нужен все-таки такой баланс, интерактивное общение детей и общение с цифровыми. Здесь нужно образовывать не только детей, но и родителей. А вот вы хотели, да, пожалуйста. Только подойдите, пожалуйста, к микрофону ближайшему. Мы так много говорили о дигитальной среде. В основном, вот так, когда единственный термин это информация. На самом деле совершенно другой тренд в мире. Информация это уже устаревшая вещь. Все, что анализируется по информации, по дигитальным каким-то приборам, оборудованию, это все уже устаревшее. Сегодня тренд это анализ баз данных. Это анализ данных, которые производятся огромным массивом. Вот в этом месте и находится сегодня главное. Если мы говорим о студентах, которые учатся тому, чтобы преподавать детям или воспитывать детей, все знания, которые они получают, они упираются в одну точку, которая страшно устарела. Это мгновенный анализ того, что думает или делает ребенок. Анализ это мозг этого студента или того преподавателя, который мгновенно принимает какое-то данное, производит эту оценку и принимает решение. Все это строится на вот такой вот, ну, когда-то тысячу лет назад сложившейся ситуации с человеком. Поэтому у сегодняшних преподавателей нет современных дигитальных технологий анализа ребенка. В этом и есть главный тренд. Я занимаюсь проектом, который называется Smart Kindergarten. Это когда детский сад это не место по нормативу, где должны быть там проходы, туалеты, там свет, а это огромное дигитальное устройство. То есть сам детский сад это огромное дигитальное устройство. И тогда сбор данных, которые происходят в такой среде, это и есть будущее, когда собранная информация, специальные датчики, целая система идентификации ребенка по отношению к этой информации позволяет получить огромные такие данные, которые способны принять решение. Это касается и когнитивных способностей, и здоровья, и физиологических данных ребенка. Все это суммируется, обрабатывается и появляется новая совершенно возможность преподавать. Вот я вижу, что дигитальные проекты это именно в этой части, когда преподаватели смогут получить совершенно новые возможности для анализа и принятия решения по каждому индивидуальному ребенку. Когда преподаватель не может ничего сделать по одному ребенку, он принимает групповое решение, он видит какую-то некую группу людей, ему очень трудно, особенно если там группа людей выше, ну, детей больше, чем 9, ему 12, а то и 20, а то и 24, а там говорят о 30. Ну, то есть это кошмар для принятия решения. Поэтому новая дигитальная среда это информация уже надо расслабиться и пользоваться ей, ничего с этим нельзя сделать, как при изнасиловании, поэтому нам нужно только решить тот вопрос, как обеспечить новых преподавателей информацией о детях и дать возможность им технологически эту информацию, чтобы она была обработана и подсказала им правильное решение. Вот я вижу вот в этом развитие ближайших там 50 лет. если мне удастся проект построить, то тогда вы увидите, как это работает. Это технические устройства, которые состоят из нескольких устройств. Значит, первое устройство это дигитальный браслет, это браслет, который обладает идентификатором и способен собирать определенный объем данных. Второе, это специальная обувь, которая обеспечивает такой трекер, когда видно, как ребенок перемещается в пространстве. Причем не только линейно по двухмерной, но и трехмерной, как он прыгает. Потом интерактивные доски, которые обладают возможностью как тача, так и камеры, которые способны анализировать. Это уже такие технологии существуют. Игрушки, которые, сами игрушки являются датчиками для сбора информации. То есть вот такие технологии позволяют. Ну, например, вот японцы только недавно сдвинулись к очень важной точке, это мгновенный экспресс-анализ мочи в унитазе. То есть для того, чтобы сделать экспресс-анализ мочи, это довольно сложная штука, потому что надо привязать мочу конкретному человеку, конкретному ребенку в данной нашей ситуации. Но теперь это уже достижимо. и мгновенный анализ здоровья тоже возможен. Ну, браслет обеспечивает это низкочастотный лазер, который обеспечивает пульс, давление и некоторые там еще физиологические данные по ребенку. А моча это один из ключевых позиций для анализа состояния ребенка. Так что вот эта дигитальная среда и есть то, что будет впереди. Ну, на мой взгляд. интерактив нужно стать среда обитания не возьму коллеги коллеги давайте по очереди по очереди давайте эмоциональный подход мастерство человека никогда невозможно заменить это невозможно но если вы возьмете статистику и я был в разных странах поверьте что я из латвии сам то качество преподавателей которые имеют отношение к детям ну простите меня крайне низкая мы все так душевных думаем все преподаватели там ну мини выгодские все такие прям супер сожалению это не так это не так что все преподаватели обладают высоким качеством очень низкое качество и когда я зашел в один детский садик в риге я просто был счастлив когда преподаватель это был мужчина 24 года с бородкой метр восемьдесят и говорил по-английски с русскими детьми вот образ поэтому вот эта ситуация что конечно преподаватель вообще человек ну это ну понятно человек это всегда будет выше всей дигитальной структуры мост настолько сильный мне такой запас что там еще на много лет спасибо большое было бы хорошо узнать и как познакомиться получу с вашим проектом но насчет больших данных я хотела прокомментировать как раз вчера получила отчет института маккензи это американский институт для тех кто не знает который очень много занимаются этими исследованиями он ровно посвящен тем просчетам которые были сделаны теми фирмами которые работают с аналитикой построенные на больших данных да и там как раз было сказано что успеха достигла только восемь процентов фирм которые потратили годы и большие деньги на то чтобы анализирую анализировать эти данные то есть и образование среди этих фирм находится где-то на четвертом месте с конца система образования но это вот просто вчера получил и к слову пришлось но на самом деле это интересно да если можно будет с удовольствием познакомиться рогер вы хотите как-то прокомментировать наверное нет я надеюсь что дошкольные учреждения это по-прежнему будут те заведения которых будут приходить дети и будут взаимодействовать с другими друг с другом и я очень надеюсь что никто не будет их отслеживать мониторить они будут свободными и мы будем наблюдать за тем как они растут как они меняются как они становятся ответственными какие какими какими они будут становиться независимы и так далее для этого я не думаю что нам нужны большие данные у нас да говоря о качестве естественно не везде хорошее качество медицину посмотрите полиции куда угодно посмотрите не везде везде не всегда хорошее качество но мы мы растим детей мы растим детей чтобы они стали гражданами с большим количеством талантов это возможно только при социальном взаимодействии если цифровые инструменты участвуют в этом процессе хорошо но тут очень много всего поэтому я не разделяю ваше мнение посмотрим спасибо большое вы сказали замечательную фразу которая могла бы подвести как бы черту под нашим круглым столом это о том что все таки социальное взаимодействие приоритет для дошкольного воспитания и хотел еще спросить вот смотрите мы значит нам осталось до конца 15 минут мы можем продолжить дискуссию если у кого кто-то еще хочет выступить а можем просто что называется разойтись поговорить друг с другом значит тогда давайте поговорим друг с другом без микрофона спасибо большое большое спасибо рогеру сальё за совершенно замечательную беседу было очень полезно и поучительно спасибо ну Спасибо.